Время Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, мои братья и сестры, для души наступает время тесны. Святая Церковь в сегодняшний день начинает петь по постной Великопостной природе. 70 дней нас разделяет от сегодняшнего дня до дня Великого Святого Христова Святого. Вот на преминование 70-летнего дохождения из рометян в Вавилонском клинении, где они оплакивали свое отпадение от Господа, от своего грехопадения. И таким образом наступило для них время покаяния. Покаяние ответственны двери Господа Дальше. Вчера начало петь Святая Церковь. Именно покаяние открывает нам Божественные двери в спасти к вам входа Господа нашего Иисуса Христа и обращение кающегося грешника к нашему святому. В сегодняшний день Святая Церковь напоминает нас поучительные притчи. Притчи о металле и форисеях. В саботе времени, когда Господь произнес эту великую притчу, много спасающихся нашли себе вход в Царство Божие. Кто же такие были металли? Вообще, слово металли означает, что имели же происходит от слова «мыть». Пошли. Это были те люди, которые избирали из израильского народа, но собирали помочь в казну Римского императора. И поэтому слово металли или же грешник были синонимами, потому что такие люди были в непочитании, внеуважении. Их притирали, их задели, потому что их считали предательными. Напротив же, хорисея, это были величественные люди из израильского народа, их почитали, их уважали за некое благочестие. Они даже носили ризы с письменами и священными местами, хамили с постом лицом, вводя милостыню, чтобы люди видели их. И вот с таким напыщенным, горделивым духом вошел в храм, дабы, вроде бы, становиться Богу, воздать ему благодарение. Но что мы видим? Он начинает молиться так. «Господи, благодарю тебя за то, что я не такой, как прочие люди, хищницы, крыльпадеи или, как вот этот, мы там». «Почему вы два раза в неделю приносите сердечности всего, что ты даешь для меня?» Вот такими словами он возвеличивал себя, восхвалял свою жизнь, восхвалял, вроде бы, добродетели. Но вы эти добродетели без глубокого смирения ничто. Они как према, возмущаемая воля и развиваемая жизнь. И, напротив, образы макаряны, зная свою греховность, зная того, что они часто поступают неправильно, все человек вошел в храм и стал консорить, даже не смея взирать свой взор, ходя, не сможет, не сможет, не имея возможности даже поднять свои глаза, то Господь молился, «Горя, милости, будь и грешни». Эти слова поистине выражают не вину грехопадения человека, а ступившего, но надеющегося на Господа. Ибо насухает у него то самое таинство покаяния. Он выражает свои греховность, но если терпит, и просит, чтобы Господь помиловал, дал ему прощение грехов. И вот эти два образа ныне являются натизанием, прежде всего, для нас. Как мы в холиограмме должны молиться, как мы должны и проводить тот самый пост, великий пост, который настосает, в который мы за холиограмм приходят и открывать для нас возможное покоение. Некогда святитель Феорстан Затворник рассказал удлиненную притчу, повествование о уше христианской. Он рассказывал так. Однажды в сонном притении человеку представилось так, что душа его стоит на церковном дворе, перед храмом стоят множество таких же душ в ожидании кого-то великого. И вот в тихости слышались паскинки, все оживились и начали смотреть, ожидать, что же произойдет. И вот будет сам Господь Иисус Христос в простой подслушечной одежде. И он, подходя к храму, взирает своими печитыми глазами или же рукой благословляет всех тех грешников или те души, которые были грешны, но осветились верой и исповедованы, и обожившись, они принимают образ святости в той божественной благодати. Наша же душа возьмет себе, хотя не имела добрые дела, потому что не было бы для нее показано Спасителя, но она считала, что Господь должен был как-то иным образом возблагодарить свою душу. Но Господь спрашивал меня. Тогда на покаяние Павла и начал плакать. Я решила исправления, где мне искать Господа? И так плача, она была в уделении. И вот, поднявшись в глаза, увидел, что рядом у нас ее с ней пришло, который говорит, вот именно таких людей, такие души должны служить в ней. И душа вошла в этой великолепной охране. Получительно, удивительно, вот то, что мы всегда говорим. Покаяние открывают двери в Невосемье Годи. И покаяние является тем самым началом, которые открываются для каждого из нас, тем прекраснейшим даром, который, как все дает, для спасения всех нас. Аминь. Спасибо, Господи.